Уважаемый президент, уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию доклад «Учила диагностика инфекционных трёгочных осложнений онкологических больных». Почему у меня ничего не получается? Миляет красненькая. Данная проблема не вызывает сомнения в её актуальности. Это одно из наиболее частых осложнений инфекции нижних дыхательных путей. Частота варьирует, поскольку очень разнородная группа онкологических пациентов, достигая 80% у пациентов с лейкозами, особенно у высокого процента у пациентов с лейкозами, которым показана трансплантация костного мозга, и около 10% всех пневмоний являются причиной госпитализации. Для пневмонии онкологических пациентов характерна высокая летальность. Тоже это разнородная группа, и в среднем у онкологических пациентов с заболеваниями системы крови летальность составляет около 40%. Пневмония онкологических больных приводит к снижению интенсивности химиотерапии, как следствие ухудшения результатов лечения, увеличению сроков госпитализации и повышению стоимости лечения. Основным фактором риска развития пневмонии является нитропиния, к которой приводится дистоптическая терапия, мучевая терапия, поражение костного мозга непосредственно заболеваниям, и некоторые препараты. Вторым важным фактором является повреждение анатомических барьеров. Как правило, это мукозиты вследствие химиотерапии. Клетки желудочно-кишечного тракта, которые также часто обновляются, они повреждаются, возникает мукозит, и нарушение барьера приводит к транслокации флоры желудочно-кишечного тракта, кровоток и развитию соответствующих осложнений. Большое значение имеют внутрисосудистые устройства, катетеры, поскольку очень часто катетеры становятся на длительный срок для этих пациентов, и катетеры ассоциированной инфекцией являются очень часто. Из всех инфекционных осложнений, например, онкологических больных с лимфомами, инфекция кровотока – это самое частое инфекционное осложнение. Обтурация дыхательных путей. Этот фактор характерен для опухолей легких и средостения, как первичных, так и вторичных. У этой группы пациентов, как правило, всегда присутствует хроническая обструктивная болезнь легких. Также к обструкции дыхательных путей приводят послучевой пневмофиброз и послеоперационные изменения, когда есть деформация и сужение бронхов. Отдельным фактором является аспирация. Очень многие опухоли и состояния в онкологии приводят к аспирации содержимого ротоглотки, желудочного содержимого. Менее значимым являются другие нарушения иммунитета. Как правило, это определенные заболевания, которые приводят к нарушению гоморального и клеточного иммунного ответа, реакции трансплантант против хозяина, асплиния, длительное применение кортикостероидов и различные метаболические нарушения. Также имеют значение дисфункции ЦНС, которые приводят к аспирациям и нарушению вентиляции. Основными нозологическими единицами, которые являются инфекционными осложнениями нижних дыхательных путей, это пневмония и бронхиолит. Пневмония – это всегда острое инфекционное поражение респираторных отделов как дыхательных путей, так и интерстиции. Бронхиолит – воспаление бронхиолит, которое может иметь различные теологии. Классификация пневмонии по этиологии, анатомическая классификация различает бронхопневмонию, плевропневмонию, интерстициальную пневмонию и по условию инфицирования. Однако по условию инфицирования наиболее распространенной в клинике является вот эта классификация, она такая обширная, громоздкая, имеет большее значение для клиницистов. Для нас важно то, что каждая из этой группы, у онкологических пациентов могут развиваться в пневмонии в каждой из этих групп, и каждая из них характеризуется определенным спектром возбудителя и, соответственно, определенной рембологической картиной. Внебольничная пневмония развивается у пациентов до химиотерапии или которые находятся в ремесии под наблюдением. Это пациенты вне стационара или не позднее 4 недель после выписки и в первые 48 часов от момента госпитализации. И также к этим пациентам не относятся те, которые находятся в домах сестринского или другого длительного медицинского ухода. Эта пневмония может быть как типична, так и у пациентов с иммунодефицитами и, возможно, аспирционная пневмония. Назокомиальная пневмония – наиболее грозная и опасная группа пневмонии, которая также актуальна для онкологических больных. Она развивается через 48 часов и более после госпитализации в стационар и отдельно выделяет группу пневмоний, которая связана с вентиляторо-ассоциированной пневмонией, которая связана с проведением ИВЛ-интубации. Принято разделять аназокомиальные пневмонии на ранние и поздние. Это связано с тем, что ранняя пневмония, которая развивается в течение первых 4 дней от начала госпитализации, как правило, имеет чувствительную флору к стандартным антибиотикам, позднее – это уже полирезистентная флора. И пневмония, связанное с оказанием медицинской помощи. Большинство пневмоний у онкологических пациентов относятся к этой группе, потому что, как видите, есть отдельный пункт – это проведение химиотерапии. Эта категория пациентов относится к пневмонии, связанной с оказанием медицинской помощи. Патогенез пневмонии включает 4 основных механизма. Это аспирация секрета ротоглотки, вдыхание аэрозоли, содержащего микроорганизмы, гематогенное распространение зачага инфекции и непосредственное распространение инфекции в соседних пораженных органов, например, абсцессы печени, или в результате инфицирования при оперативных вмешательствах. Я считаю, что в практической деятельности более удобно делить пневмонии на 4 группы. Это пневмония пациентов без нетропинии, пневмония с нетропинией, аспирационная пневмония и пневмония с обтурацией. Лёгочные инфекции у пациентов без нетропинии существенно не отличаются от таковых в общей популяции. Только у пациентов с хроническим имфлюкозом и множественным меломом более часто встречаются инкапсулированные возбудители. Для этих пневмоний характерны несколько более длительные течения и более высокая частота тяжёлых осложнений. По этиологии эти пневмония наибольшее число их вызывается стрептококковым и тремя бактериями хламидии микоплазмы или гионелла. Остальные более редко встречаются. Это обычные респираторные вирусы, как правило, являются возбудителем. Последние три – это последние неравние вспышки, которые были осуществлены. Но это крайне редкие вирусы. Отдельно я хочу сказать о пневмониях у пациентов с карциномой лёгких, поскольку эти пациенты в большинстве случаев имеют хроническую обструкцию дыхательных путей. Характеризуются эти пневмонии рецидивирующим длительным течением, часто осложняются. И определенные возбудители вызывают эту пневмонию. И если имеется компонент обструкции, он приводит только к временному улучшению и устранению. Более частный случай – абстракционная пневмония. Она возникает у пациентов с заболеваниями лёгких и средостения. Из всех внебольничных пневмоний 2% пациентов, которые госпитализированы в стационаре, у них обнаруживается абстракционный механизм пневмонии. И из них около половины – это впервые выявленные опухоли. Также эти пациенты часто имеют хроническую обструктивную болезнь лёгких. Часто пневмонии осложняются деструктивным процессом в паренхиме. Эти пневмонии приводят к потере веса, болям грудной клетки, часто кровоизлияния, которые тоже могут иметь большое клиническое значение. И из-за механизма развития этой пневмонии редко можно получить возбудителя, который непосредственно является виновником пневмонии. В основном получается какая-то контоминация из других отделов паренхиального дерева. Вот пример абстракционной пневмонии. Это пациент с первыми выявленными низкодифференцированными карциномой солидного строения. Она абитурирует практически полностью левый главный бронх, а дистальный нижний долевой бронх абитурирует мокротой. Поэтому пациенту в нижней доле абитурирационная пневмония была выполнена регионализация при помощи абитурирует мокротой. Абитурирует мокротой. Абитурирует мокротой пневмония у пациента с инфильтрацией опухоли нижнодолевого бронха и развитием МПМ под состоянием после дренирования. И при абитурации более мелких бронхов мы часто видим бронхиолит. Когда нет очагов в паренхиме, а есть такие многочисленные, негрекообразные структуры или совсем мелкие бронхиальные очаги, совсем на стенке бронха. Это абитурационный бронхиолит. Аспирационная пневмония и аспирационный бронхиолит. Это, мне кажется, очень актуальная проблема. Аспирационный бронхиолит, поскольку он часто имеет бессимптомные течения. Мы стали делать очень часто компьютерную томографию, особенно наших пациентов. Мы постоянно наблюдаем и часто обнаруживаем диффузный бронхиолит. И не знаем, как его интерпретировать. В одной из статей я обнаружила такие интересные данные, что у 59 пациентов, которым подтвержден был бронхиолит микробиологический при помощи анализа БАЛ, только у 9% из них были какие-то клинические симптомы. Морфологически такой бронхиолит представлен германатозным воспалением в стенке бронхов, а рентгологически проявляется центроблуориальными очагами с диффузным распределением и деревом в почве, то есть классическим признаком бронхиолита. В данном случае это аспирационный бронхиолит у пациента с лимфом и Хошкина, у которого один из конгломератов лимфоузлов вызвал свитч между трахеей, пищеводом и этим лимфоузлом. Это очень редко для лимфом и Хошкина, и вот такая картина наблюдалась в легких. Аспирационная пневмония. Около 18% пациентов, у которых находятся в группе с пневмонией, связанной с оказанием медицинской помощи, имеют этот тип пневмонии. Также возможен рисунок бронхопневмонии, то есть эндроголярных очагов, и массивные участки консолидации. Для этой пневмонии характерно частое развитие осложнений. Есть еще такой компонент в патогенезе этой пневмонии, и часто это выделяют как отдельные заболевания, но доказать его практически невозможно. Это поражение структур легких, желудочным слоем, желчью или какой-то другой агрессивной, вдыхаемой жидкостью, например, как частный случай, экзогенная липоидная пневмония при аспирации масляной жидкости. Это могут быть, я один раз только видела, когда пациент обрабатывал трахеостому каким-то там вазелиновым маслом или что-то вроде того, может быть при использовании назальных капель, содержащих жир. Вот пример пневмонии аспирационной. У пациента с раком пищевода есть свитч между пищеводом и бронхом и инфертрация непосредственно легочной ткани. Пациент купил контраст, который затек. Кстати, к предыдущему вопросу ничего с ним не произошло, и мы часто даем пить контраст пациентам для контроля анастомозов и с осложнениями, пока они столкнулись. Пневмония у пациентов с нетропенией. Это наиболее важная группа, поскольку пневмония у этих пациентов часто протекает очень тяжело. Основной фактор – это глубокая и длительная нетропения, глубокая нетропения – это число клеток меньше 0,5 на 10,9 на литр, или это называется еще агронолстозом. Для этой пневмонии характерны разнообразные флоры и часто нетипичные возбудители, которые вообще не принято считать патогенными. То есть это могут быть какие-то совершенно пазоистические возбудители. Быстрое развитие инфекций характерных, стертая клиническая картина. И у этой группы пациентов зачастую ограничен диагностический потенциал для врача, поскольку это может быть и тяжелое состояние, и сопутствующая тромбоцитопения, которая не позволяет провести какие-то полноценные обследования, бронхоисследования АПАЛ и уж тем более транслерокальную биопсию. Я думаю, уже все знают, что КТ – это основной метод, но все-таки еще встречаются какие-то упоминания по поводу рентгена. У этой группы пациентов, конечно, это бесполезное занятие делать рентгенограмму, поскольку рентгенограмма без изменений не позволяет надежно исключить инфекцию, прогностическая ценность отрицательного результата низкая. Однако это остается единственным возможным методом, когда пациент находится в палате и невозможно его транспортировать. Есть сообщения о том, что используют МРТ легких, поскольку эти пациенты часто молодые, заболевания системы крови злокачественные, как правило, характерны для первых 30 лет, и часто это потенциально курабельные заболевания, и стоит задуматься о дозе, которую получают пациенты. Конечно, мы делаем очень часто исследования и как контроль химиотерапии, и как контроль инфекции, поэтому актуальны, конечно, исследования МРТ легких, но на данный момент они не могут заменить компьютерную томографию. Этиология у больных с нитропинией значительно отличается, конечно, от общей популяции. Здесь встречаются часто резистентные штаммы, граммо-отрицательные бактерии, характерные для желудочно-тишечного тракта. Среди вирусов встречается реактивация, ацетомигаловирус наиболее частый возбудитель. Респираторные вирусы, конечно, тоже могут встречаться и протекать намного тяжелее, чем в общей популяции. Но, как правило, эти пациенты, конечно, изолированы. Среди грибов наиболее часто это аспергиллез, остальные встречаются значительно реже. Среди микобактерий для группы пациентов с нитропинией крайне не характерен туберкулез. В одном из исследований было проанализировано больше 5000 случаев пациентов с нитропинией и пневмонией, и только у 10 был поставлен диагноз туберкулеза. То есть процент крайне низа. А типичные микроорганизмы, микобактерии, встречаются тяжелее. Около 8% в этом исследовании были данные. Я хочу рассказать немножко о том, что, конечно, микрофлора зависит от места, от учреждения даже. И мы проанализировали у себя 236 случаев воспалительных изменений у лёгких, однако верификация около 25%, поэтому только минус ещё более психологичный случай. У нас была не такая большая выборка. Тем не менее, вот такие результаты мы получили. Наиболее часто встречается бактериальная пневмония, потом идёт грибковая, смешанная и вирусная. Это приблизительно соответствует общей мировой статистике. И вот такие возбудительные для нашего учреждения являются более характерными. Больше всего было стафилококк, эклипсиела, псевдонозоригенозы. Среди вирусов несколько раз встретился вирус герпеса, шестой тип, остальные буквально по одному-два раза, потому что вирусная пневмония – это всё-таки редкая пневмония. И, конечно, споригелез среди грибков преобладал. Бактериальная пневмония имеет очень широкий спектр признаков, поэтому что-то специфичное выделить, к сожалению, невозможно. Но, тем не менее, вот эти три симптома, консолидация с явлением воздушной бронхиографии, центролобулярной щеки и синдроматного стекла являются наиболее частными. Вот пример бронхиальной пневмонии. Здесь есть и очаги, и участки консолидации. Бактериальная пневмония с участками консолидации с обеих сторон. Группа очагов с симптомом матового стекла. И многочисленные мелкие очаги. Такой вариант пневмонии. Это также бактериальная пневмония с несколькими очагами потипоматого стекла. Конечно, у данной группы пациентов при выраженной длительной нейтропении нет субстрата для выраженных изменений. Анастасия Борисовна, можно поближе к микрофону? Наши слушатели не слышат. Нет, невозможно. В легких не формируются инфильтраты, как у здоровых людей, поскольку нет нейтрофилов и нет выраженного ответа, выраженной реакции. Поэтому зачастую изменения очень слабоинтенсивные, которые представляют собой морфологически не ликоцитарную фильтрацию, как у здорового человека, а отек, кровоизлияние и прочие изменения неспецифические. Туберкулез легких, вот тот самый редкий случай, когда была реактивация. Грибковая пневмония развивается у пациентов с факторами, рисками определенными. Это, прежде всего, глубокая длительная нейтропения, использование глюкопартикоидов и других препаратов, которые обладают иммунсупрессией. Интересные данные Николая Николаевича Крымкова – это мультицитровое исследование, которое отражает распространенность грибковых инфекций среди различных групп пациентов. Как видите, онкологические пациенты с солидными опухолями составляют очень маленький процент. И 90% – это генокологические пациенты. Как правило, это онкогенологические пациенты. И обратите внимание, как значительно выросла частота инвазивного аспергиллеза. Возможно, это, конечно, связано с появлением теста на галкотомоан, но все же. Тоже результат многоцентрового исследования о частоте других микозов. Аспергиллез составил 19%, мукормикоз – 3%, гадидоз – 2% и другие – 1%. То есть, свое преобладающее божество – это все-таки аспергиллез, а средние медианы развития инвазивных микозов – 1 месяц и до полугода. Итак, клиническая рентгологическая картина. Основной специфичный признак инвазивного аспергиллеза – это очаг с симптомом ГАЛО. В большинстве публикаций я встречала данные о том, что это крупный очаг, как правило, одиничный или немногочисленный, но в своей практике это всегда мелкие очаги. Поздний и неспецифический признак – это ситом полумесяца и серпа. Как правило, у большинства людей микоз ассоциируется с какой-то полостью распада, но это очень поздний признак, и он уже возникает тогда, когда восстановился клеточный состав крови. И это неспецифичный признак, потому что тоже есть различные данные, которые говорят о том, что он встречается чаще при бактериальной пневмонии с распадом. Мукормикоз – это редкий микоз, однако он становится все более и более актуальным, потому что профилактика вариконазолом против инвазивного аспергиллеза – этот препарат не действует против мукормикоза, поэтому создаются дополнительные условия для развития мукормикоза. Его характерным симптомом является ситом обратного ГАЛО – это симптом уплотнения, консолидации с очагом просветления и ретикулярные изменения в центре. Симптом большого ГАЛО – когда зона матового стекла значительно больше соленной части очага, и также в эволюции этих изменений появляется полость распада. Вот пример инвазивного аспергиллеза. То, о чем я говорила, что несмотря на постоянное упоминание о том, что очаг обычно больше 8 мм, мы видим вот такие мелкие очаги рассеянные. Это необычный вариант инвазивного аспергиллеза, больше похожа на бронфобневмонию, тем не менее это было подтверждено. Инвазивный аспергиллез с одним очагом, окруженный симптомом ГАЛО, а это мукромикоз легких. Этот пациент с лимфомой Б-клеточной, у него был обнаружен вот такой очаг, который быстро увеличивался. Пациенту своевременно выполнена была резекция легкого. Основное лечение мукромикоза – это хирургическое вместе с амфотерицином Б. получен был рост избудителя, и характерная его микробологическая картина в гистологическом препарате – это амицели, который под прямым углом делится. То есть не обязательно посев, а микроскопия, которую можно выполнить довольно быстро, она имеет характерные черты. Этот препарат после операции, видите, очаг некроза с инфильтрацией к развлечениям по периферии – это патоморфологическое отражение синдрома обратного ГАЛО. Другим относительно частым грибковым возбудителем является пневмосыстная пневмония. Она стоит в стороне, поскольку имеет своеобразное течение, не похожее на другие инвазивные микозы, и соответствующая клиническую картину с двухсторонним диффузным уплотнением легочной ткани, которая, как правило, щадит периферические зоны. Это тоже небольшое исследование, которое мы привели. Мы исследовали 25 пациентов с микозами, получили вот такое соотношение. Инвазивный аспергиллоз легких у нас преобладал, реже встречался зигоминкоз, кандидоз и пневмосыстная пневмония. Кандидоз легких отдельно, это, наверное, какая-то казуистика, никогда такого не слышала. Это, как правило, всегда септические очаги при кандидомии, ну, при сепсии вознаграде. Вот в КТ-картине мы получили вот такие данные, что инвазивный аспергиллоз – это либо инфильтраты, либо очаги, пневмосыстная пневмония, интерсессиальная инфильтрация, зигоминкоз легких также, инфильтрация очаги, с преобладанием больше инфильтрации, и кандидозная пневмония, там были и очаги инфильтрата. Вирусная пневмония. Для них характерны двусторонние участки уплотнения по типу матового стекла, участки консолидации и многочисленные мелкие очаги, а также утолщение стенок бронхов, потому что, как правило, если это респираторный вирус, то это, прежде всего, воспаление стенок бронхов и с последующим распространением на паренхилл. Характерен также здесь размер очагов, потому что, если сравнивать вирусную пневмонию с другими, здесь будут более мелкие очаги. Вот это мигаловирусная пневмония с двухсторонней инфильтрацией и с очень мелкими очагами. Вирусная пневмония, когда была вспышка гриппа, он захватил наше отделение с пациентами с лимфомами с плачевным результатом. Однако у нас появилось много красивых изображений. Это совершенно разные пациенты. Посмотрите, как схожа рингологическая картина. называется симптом булыженной мостовой, когда на фоне ячества такого мозаичного рисунка по типу матового стекла мы видим утолщение междольковых перегородок. Вирусная пневмония, вызванная вирусом герпеса человека, характерна утолщение междольковых перегородок, диффузное распространение. Для респираторно-социально-вирусного понимания характерны многочисленные очаги. И вот суммарно, обобщая все статьи, я сделала такую таблицу, по которой можно выделить те или иные характерные признаки в каждой ситуации. Ну, я все это озвучил, поэтому давайте лучше поиграем. Я так понимаю, сейчас будут клинические случаи, да? Хорошо, у нас есть время, давайте играть. Что это за внимание? Это пациент с раком легкого после химиотерапии. Клиника есть у пациента? Лихорадка. Лихорадка. Рак легкого. Прооперировали. Или химиотерапия? Химиотерапия. Химиотерапия. И снижение сатурации. Снижение сатурации. У кого есть какое мнение, поднимите руки. Кто хочет дать, пожалуйста, есть желающие. Я вот тут услышал тоже от коллеги передо мной, пневмоцистное внимание, моя точка зрения. Да, это совершенно верно. Мы подарки не раздаем, но мы вас хвалим. Спасибо большое. Ну, вы сразу интригу раскрыли, но давайте тогда почему. Ну, я уже повторюсь, это диффузное уплотнение по типу матового стекла. Здесь при уменьшенном объеме этого легка, наверное, не виден основной симптом. Здесь, наверное, видно лучше, что все-таки периферические зоны относительно чистые и преобладают центральным и прикорневым. Прикорневым и в центральной зоне уплотнения. Отсутствуют очаги, плеврит. Следующий вопрос. Будет какая-то наводящая клиническая информация? Пациентка с лимфомой, крупноклеточной лимфомой, которая находится в агронулоцитозе. Агронулоцитоз. И в первые сутки лихорадки. Пожалуйста. С учетом того, что вы перечислили из специфичного, скорее всего, инвазивный аспергиллез. Еще раз, еще раз громче. Инвазивный аспергиллез. Инвазивный аспергиллез. Еще какие-то версии есть? Близко, но тепло. Я так понимаю. Есть альтернативная версия. Не будем раскрывать сразу интригу. Есть еще какие-то версии у аудитории? Хорошо. Обнаружив один такой очаг с такими нечеткими контурами, я бы то же самое подумала. Но вот так вот случилось с пациенткой через меньше суток прошло. Ну, сутки, да, грубо говоря, почти сутки. И еще через сутки пациентка, к сожалению, умерла от полиорганной недостаточности и молниеносно развившегося сепсиса и пневмонии. То есть так может начинаться бактериальная пневмония? Да, у этих пациентов в агронолцитозе может же так начинаться и так быстро развиваться такая пневмония. Но когда мы увидели тенфильтрат, начали терапию? Да, добавили, поменяли антибиотикотерапию. Но это резистентная наша местная, полирезистентная. К сожалению, такая эмпирическая терапия не помогла. И еще последняя. Заключающий клинический случай. Какой-то есть вводная информация? Тоже пациент с лимфомой, с аскодозной химиотерапией, глубокой нейтропинией. Нейтропиния на фоне лечения лимфомы. Лихорадка нейтропиническая, да? Да, лихорадка. Первый день. Да, все первые сутки. Первые сутки лихорадки привели на компьютерную томографию. Какие мысли у кого будет? Пожалуйста, не стесняйтесь, выдвигайте любые версии. Можно было разделить зал на две команды, да, и тогда провести соревнования. Версия первой команды, версия второй команды. Ну вот команда один, да, выдвигала версии. Давайте команда два. Кто может? Николай Алексеевич? Я как капитана к вам обращаюсь. Ну, на вскидку. О чем думаем? Думаем о том, что может быть чаще? Или думаем о том, что может редко встречаться? Ну, на первые сутки, на клинику-то хорошо знать. На первые сутки, если лимфомы, ну, в принципе, пранхиолита, потом какая-то пневмония появится через сутки. Еще через сутки, через двое. То есть бактериальная пневмония, бактериальная пневмония, такой. А, согласна. Команда номер один тоже такую же версию имеет. Пожалуйста. Абсолютно правы все коллеги. Браво. Больной выздоровел, надеюсь, нет? Не знаю. Или нет? Не будем говорить. Не будем говорить. Хорошо. Ну, я думаю, мы полностью, да, изложили и такую теоретическую часть, и практическую часть, уместили в тот регламент, который был отведен. И сейчас есть время для дискуссии. У нас, пожалуйста, вопросы Анастасии Борисовне так просто мы не отпустим. Помучим немножко. Я посмотрю, что там у нас наши зрители, слушатели на удаление написали, там что-то есть. Я пока посмотрю, а вы давайте задавайте вопросы. Пожалуйста, Оксана Николаевна, Челябинск. Ну, такая банальная ситуация. Поступил пациент с лимфомой, изолированной лимфомой яичек. Пациенту 32 года. Последнее ПЭК было за 3 дня до поступления отрицательной динамики в сравнении с исследованием там 3-х или 2-х месячной давности. Отрицательная динамика имеется в виду локальное, то есть увеличение размеров органов и увеличение накопления радиофармпрепаратов. Пациент после начала химиотерапии где-то дня через 2 начинает температурить. И его отправляют к нам на КТ. И мы видим, ну, такое вот, всё, что, в общем-то, вы рассказали, кроме, может быть, там, в общем, не было только изолированных вот таких вот дочагов, а так участки матового стекла, участки консолидации, в общем, в лёгких картина вот такая. Как дифференцировать прогрессирование основного заболевания, например, да, с вовлечением лёгких? Или это внимание? Ну, вот подскажите просто какие-то намётки. Так, картинки не привезли, да? Так, на пальцах. На пальцах, да. Ну, вообще, может быть, какие-то советы по тактике. Я так понял, я прослушал, лучевая терапия была на средостении или что? Это герминогенная опухоль? Только химиотерапия, лимфомоизолированным поражением яичек. Яичек, а, лимфомы. Человек, да, могу сказать, что мощная антибактериальная терапия была назначена через 6 дней КТ в динамике. И массивное поражение уже обоих лёгких, только с щежением периферических областей, где-то вот, ну, сантиметр-полтора, вот так изменилась картина. То есть из такой пятнистой и разной невыраженной, она... Лихорадка была при этом? Лихорадка продолжалась все 6 дней между двумя КТ-следовыми. Ну, так сложно не видеть изображение, но у нас такая... Ну, поближе к микрофону, если можно. Что касается, если Вы сейчас описываете картину, похожую на пневмоцистную пневмонию, то пациенту даётся этот самый сульфаниламидный препарат. И смотрится, есть ли на это динамика, потому что верифицировать пневмоцисту практически невозможно. То есть такая пробная терапия и потом реакция. Через сколько смотрится? На следующий день? Через день-два. Спасибо большое. Подождите. Что касается прогрессирования. Если есть серьёзные основания полагать, что это агрессивная лимфома, ну, потому что не каждая лимфома, да, может, не каждый её подтип может за 3 дня спрогрессировать, тем более яичко и лёгкие. Всё-таки совершенно разные зоны. Конечно, лимфома и гематогены распространяются на прежде всего это лимфатический путь. И думать, что яичко и лёгкие там сильно связаны, лимфогены. Тем не менее, если такие подозрения есть, то это, конечно, биопсия сразу. То есть, транстеракальная биопсия с исследованием. Либо, ну, в зависимости от того, где находится сточак, то есть делается биопсия. Мы делали неоднократную биопсию, когда не могли верифицировать возбудителей, и терапия не приводила никакому результату, когда не отвечает ни на что. Вот. И, значит, ну, если сразу ещё, помимо прогрессирования инфекционного процесса, ещё, возможно, да, какое-то осложнение тоже. Это зависит от ситуации. Это может быть, если это только началась химиотерапия, это может быть и токсические какой-то реакции, и инфузионные нарушения, то есть с отёком. Тут целый комплекс, конечно, всегда нужно оценивать ситуацию вместе с клиническим врачом. И, как бы, я считаю, что всегда можно найти какой-то ключ, зацепиться за то или иное. Ну, спасибо. Я поняла самое главное, что вам так же трудно в Санкт-Петербурге, как и нам в Челябинске. Спасибо. Вы успокоились, да, и поедете, скажите, да. Пожалуйста. Я такой вопрос. Насколько обоснованно в первый день механарки делать КТ, если на второй день уже взялась такая клиника? Да, сто процентов. То есть вместо рентгена, как у нас рентген, каждый день? Нет, рентген не делаем, только если невозможно транспортировать больного. Это бесполезно. Вы не увидите такие изменения, которые показывал один очаг или матовое стекло на рентгене. То есть, если вы увидите чистую рентгенограмму, это вам ни о чём не скажет. То есть, может, особенность этих пациентов онкологических? Конечно, такие пациенты, которые получают высокодозную химиотерапию или какие-то интенсивные режимы химиотерапии с ожидаемой нитропинией, они должны обследоваться только в специализированном центре, где возможно выполнить быстрое соответствующее исследование и лечение. То есть, переносить на... А, вы имеете в виду именно что, первые сутки или последующие? Нет, имеется в виду вот эта тактика обследования, она характеризует или применима только для пациентов, получающих высокодозную химиотерапию. У них очень высокий риск агрессивного течения инфекционных процессов. Это не для, условно говоря, здоровых пациентов. Я правильно понял? Да, я понял. То есть, а просто если начинать антибиотикотерапию, то можно? Ты начинать антибиотикотерапию и не делать КТ? А это на первый день, я не знаю. Можно, конечно, но если что-то пойдет не так, вы потом даже не сможете оценить процесс. Нам нужно контроль, обязательно делать контроль. Вы не сможете понять, куда вы идете, помогает вам лечение или нет. Еще вопросы есть? Лучевая нагрузка, конечно. Ну, эти пациенты, как правило, не тот момент, чтобы думать о лучевой нагрузке. Хотя есть исследования, которые показывают, что чувствительность, специфичность низкодозовой компьютерной томографии ни в чем не вступает в диагностике инфекционных. Ну, как вариант низкодозовой компьютерной томографии для определения динамики или отслеживания динамики впоследствии. Конечно, диагностическое КТ должно быть выполнено на диагностическом уровне. У нас около третья, а вообще в мире намного шире используют лучевую терапию этих пациентов. Они получают такую дозу, что наша КТ как бы немножко теряется. Тут тоже я поддержу мнение Анастасии Борисовны и остальных наших специалистов нашего института. Более серьезная будет ситуация, если мы не распознаем угрожающие жизни состояние и не примем вовремя меры, и пациент умрет. А причина этого будет то, что мы подумали, что мы его облучим лишний раз. Поэтому тут соотношение рисков и потенциального риска накопления дозы облучения в течение некоторого периода времени, когда он проходить будет, диагностические процедуры в процессе лечения несоизмеримы. Это по нашему мнению. Конечно, может быть, у кого-то другое мнение есть. Мы его выслушаем, пожалуйста. Нет других мнений, вопросов? Вопрос есть от аудитории, которая нас слушает онлайн, пути или как к способу из Петрозаводска. Вопрос к слайду с демонстрацией аспирационного бронхиолита. Как дифференцировать с цитомегаловирусной или пневмоцистной пневмонией, если перед рентгенологом ставится задача исключить пневмонию по КТ? Я процитировал вопрос. Первое. Факторы риска. Мы знали, что у пациента есть сообщения между бронхиальным деревом и пищеводом. Должны оценивать совокупность. Во-вторых, выраженность клинической картине при аспирационном бронхиолите никогда не будет такой лихорадки, как при вирусной пневмонии и такого тяжелого состояния. И опять же, лабораторные исследования, то есть цирреактивных белок, ликоцитоз, ну если это не нейтропения, тоже не будут существенно изменены при диффузном бронхиолите. Ну если все это клиническая картина, лабораторные данные, динамика, соответственно, и отсутствие или наоборот присутствие факторов риска не позволяет вам сделать вывод, то бронхиолиарное исследование бронхиолиарного лаважа или транстрактальная биопсия. Спасибо. Я надеюсь, слушающий нас в Петрозаводске удовлетворен ответом. Ну и ПЦР-исследование, конечно, на вирус. Спасибо большое. Мы поблагодарим Анастасию Борисовну. Спасибо.